В 1941 году Меня призывали в 1941 году, в сентябре. И нас формировали отдельные истребительные батальоны. Алтайцы и Красноярцы. Два батальона было, 191 и 192. Наша задача прорвать оборону противника, нанести урон, отойти. Прорвать оборону противника, расширить фланги, дать для наступающих. Батальон состоял из семи рот. Три автоматных роты, пулеметная рота, минометная рота, огнеметная рота. И тут подсобный разведвзвод, хозвзвод, химвзвод. Вот такой батальон. Любой полк, на два часа работы было, любой полк. А наш за час уничтожили. Как наши вооруженные. Это с немцами так. Были стрелки. Стрелки с восьми лет уже нас. Охотники были и те, и другие. Красноярцы и алтайцы такие же. Пяти лет к оружию приучали. Вот так. Что это такое, как, чего, как пользоваться. Пяти лет. А восьми лет я ходил уже, кормил семьи, стрелял в дичь. Потом уже голод был. Коммунисты пришли к власти. А дали руководить бомжам. А бомжи все уничтожили. Пять лет вообще хлеба не было. Без хлеба жили. Так, что попало я деду. А дедуль, а вот как ты попал в учебную часть сначала? Вас учили чему-то стрелять там, нет? Да, два патрона дали выстрелить. В этом запасном. Винтовка была. А я винтовку так знал. У нас они были у каждого винтовки там. Как революцию совершали, все принесли домой. Два сына у белых, три у красных. Все винтовки дома. А потом в 1929 году отобрали. У коммунистов оставили винтовки. Вот. Вот такие дела. Так. Ну, дальше. Ну вот. Поехали на фронт. Так, доехали. Сейчас скажу. Область. Нас там ваню помыли. И мы там получили оружие. Все. Все. Дня три стояли. В Вологде. В Вологде помыли. И теперь нас бросает. Кировская область. В город Слободской. Небольшой городишко. На пересылку туда. Я поглядел. Ни одной учебной винтовки. Все с палками. И кормит. И кормит так. Горсть видать этой сечки брошена в котел. 600 грамм хлеба давали. Думаю, да быстрее на фронт. А через день, через два эшелон на фронт. Он это вятский упадет. Подняться не может. Молодежь. И он на фронт. Ему не показали винтовку. Я рассказывать буду всю правду. Вот так. Ни одной учебной винтовки. Ну как же это. Там. В Сибири у нас. Максим стоял. Я мог с Максимом учить. И такой. Ручной пулемет. Винтовки. Все было. Автоматов не было. Нам сказали, что. Вас вооружат автоматами. Вот эти два батальона. Они отдельные. Ну вот. А мы уже полный боевом. Все получили. Ждем. Не сегодня, а завтра отправить. Ну на эшелон. Ночью. Ночью отправляли. Куда это подвезли. Потом. Это где-то к Ленинграду туда. Вот сейчас я не припомню. И тут бой начался. С немцами. Потом нас снимают. Направляют с финнами. Там. Там повоевали. А финны хорошие вояки были? Да получше немцев то. Он хрен убитого оставит на поле боя. Аж как змея. Так. Теперь нас где-то в декабре уже. Подвезли так. Где-то километров до двадцать до Тиффина. Высадили ночью. А бомбят уже. Слышно. А это Тиффин немцы бомбят. Это вот первая победа была. Там несколько дивизий дерутся уже. И наш батальон. Мы утром подошли к станции. Станция вся разбита. Эшелон стоит. Вагоны сверх ногами. И женщины. Дети валяются. Солдат нет убитых. А город уже догорает. Бои идут на окраине. Ну нам дают левый фланг. Прикрывать. Наступать. Я смотрю. Поле уже расцветало. Там черно-черно. Люди. Огровечки что ли. А это оказывается люди. Аввакуированы. А Мороз города все сорок. Потом уже узнал что это. С Ленинграда через этот город отправляли. Эшелон не успел отойти. Его немцы разбомбили. Ночью бомбили. Вот. Тут навоевались. Нас пополняют потом. К весне уже дело. В тыл забрасывают. Три рота. А это все осталось. Ни одной мины не бросили. Не было мин. Минометчики жалко их было. Таскали на себе. Она. Плита 26 килограмм. Ствол то уже такой же. А таскали их украинцы. Молодежь. Сейчас оттуда отступали. Захватили наши молодежи. Вот. Ни одной мина. Ну идешь в атаку. Ты же не стальной. Самых ребят выбили. Иди прорвать они что-то. С пулемета костя. Его нечем прикрыть. С миномета сразу накрывают. А не было мин да просто. Да. А не было ни одной мина. Никому ты не нужен. Так. Бардаж. Я считаю. Бардажная война была. Я дальше что расскажу. Вот так. Никому не нужен. На счастье там в тылу воюют. А уже потом привыкаешь. Потом в разведку. Уже привыкнешь. Идешь. Каждый день на смерть. разведка. Разведка их не сюда идёт и туда. Но разведка. Разведка старается обойти. Они. Мы идем по заданию. Узнать что. Не по этому что встретить. Убить. Перебить. Перебить это легче всего. А задание выполнить надо. И тем и другим. Они идут к нам. Уполняться. Агенты. Уклоняются в сторону. И мы так же от них. От разведки. От них. Вот. Теперь значит что. А языка как брали? А языка с боем брали. И без боя брали. Без боя значит так. Так же как вор. Хороший вор. Воровать. Магазин. Что. Когда там. Сторож есть. Нет. А там. Посложнее немножко. Там надо изучить. Сколько часовых стоит на этом участке. Где мы будем действовать. Днем. Сколько. Ночью усилены наряды. Да. А как. Вот такие случайные были. Подобрали втихую действовать. И с нами пошел командир роты. Развед роты. Ага. А он же не ходил. Ничего не понимает. А там где пулемет один стоял. Нам надо было снять. Там землянки уничтожить. Распределенно все. А там уже три пулемета стоит. А они уже там. Дураков то нет. А они нас обнаружили что. Наблюдают. И вот. Вроде пистолет доставят приказывать. А там. Ребята были постарше. Его поплещу. Ну Косташов убери пистолет. А то ему тут же пристрелят. Как собаку. Да. Разведчики пристрелят и все. Ну и что куда идти. Он посетет огнем. Вернулись. Пришли. Кто то уже донес. Убрали сразу от нас. Его прибьют там. Вот так вот. Я правду рассказываю. А с боем как брали? А с боем так. Так же все. Артиллерии пристрелку делают. Там дня за три. Вот. Первые. Саперы если есть проволока. Прорезают проволоку. Мины там на пути может были. Сымают. И первые залпы уже над головой. Второй залп артиллерии. Нам говорят. Вот вам. Вот столько тысяч снарядов. Двадцать минут туда и обратно. Все. Время. Второй залп. Чистят снаряды. Мы уже. Автомат и гранат в руке. Бегом туда. Максим стоял. Двое. Два часовых. Не успели палатку открыть. Один гранату подбегать близко бросил. Я первый бежал. Мне видать. Всегда на рассвете. Хоть с боем. Хоть тихую. Чего будет залиться. Потому что сон клонит человека. Мне видать. Телепатия. Пригнулся. Перелетел. А второй с автомата в меня. А на горку вот так. Обнизил. В очередь. Третьему. Три пули. Карасю. В этом. Гранату бросила. Наши гранаты. Они. Не рвались. 90%. А кому надо-то сказать, что плохие гранаты. Тебя расстреляют за это дело. Стали разбирать. А оказывается там. Давай-давай. Ножицы тупые. Значит. Вот это что капсуль. Когда боёк ударил по капсулю. Там параховая мякоть. Три миллиметра. Замедляет. Пока граната летит. До детонатора. Это горит. Вот. Тогда она рвётся. Упала. А эту ножи тупые. Она перминает. Заминает сердцевину. Ножицы. А кто там. Писать будет что ли. Мы получим. Вяжечка три. Кидаем. Ну какие получи. Она для шума. Рогида наша никуда не угодно были. Мы на себе испытали её. Двое побежали. Бросили. Я выстрел. Очередь дал. Один упал. За вторым кинулся. А вот. Землянки там две. Трубу. Ф-1. Вот эти гранаты были. Никогда не было. Чтоб не взорвалась. И оттуда бежит. А Карпов наш остался. Пулемёт прикован. А Карпов это кто? Да. С нашего отделения. Он уже два раза раненый был. За кожу взялся. Отрывает пулемёт. А тут бежал гранату под него. Рогида. И вот. А я тут уже вернулся. Матом на него. Чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё. Ну что. Давайте. Забрали там. Документы. Всё. Вот такие языки были. Пулементы. 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 Это бой был. Это в 42-м. Это на день рождения. Я сон видел такой. Плохой. Бегу. Жерди ломаются. Дремал. И не добежал на берег. Я бы разгадал. А то там взвод послали. Там высоту. Надо было пехоту. А они взвод отправили туда. На высоту. Высота. А там ещё лес. Щепша разные. Трава. А кого они там сделают взвод? Побыли там дня три. Блин. Пошли их менять. А их уже пришла разведка. Финская. Обстреляла. Ну. Умели что взвод. А они там траншейки выкопали. Да. В колен так. Побольше. Вот там я с пулемётом уже был. Там я остался один почти живой. Помпкомзвод. Не помпкомзвод. Сержант. Баня. Да я. Часа четыре и бой шёл. Да. Ну. Я-то охотник такой уже. Утки хитрые. Там маскируешь. А коса щит я пустое. Я сразу. Обстреляли. Да. Позвонили. Ну. Три пулемёта во взводе. Дополнительные возьмите три пулемёта ещё. Шесть пулемётов бы. Если бы на таком месте надо бы. Никакая там. Никакой батальон не взял бы. В траншеях. Шесть пулемётов. Ребята отстрелять умели. Хорошо. А это же видно. Накопали. А тут трава рядом два метра. Башка у каждого открыта. Они прицельным огнём побили всех. Больше. Сначала с миномётов они открыли. Потом там с артиллерии с семьдесят пяти. У меня каску сорвало вместе с пилоткой. С этой. С головы. Сразу как пришёл тут. Травы накидал. Закидал эту землю. Нарезал. Прутью навтыкал. Метров семь вот так. Озеленил. Чтоб не было. Земли не видно. Вот я и оставался живой-то. Я и вёл огонь. Как только где-то зашибрило. Сюда очередь. Туда очередь. Туда очередь. Пум-пум-пум-вот. Откуда-то явился. Ваня. Уже всё стихло. Давай. АГ-образно вот так. Оборонка. Никто не стреляет уже. Я туда диск поставил свежий. Сюда посмотрел. Ни одного нет раненого. Все побиты. Они стреляют в меня. Один я хожу. Не стреляют. Да. Стреляют чего одного. Им надо языка тоже, наверное. Вот. А я стреляю. Смотрю, где зашибрил. Сюда. Диск расстрелял. Вернулся. А. Туда ещё идти. Санитар Рогозянский. У меня стреляется. И у нас голова с головой. По нему как. Да с пуля сюда вот. Разворотилась череп. Меня убило. Да бать быстрее надо оттуда. Там уже заняли. А там кого занимать? Там все побиты. И вот оттуда вот вернулся. Сержанты. Эту панку взвода нет. Убитый уже валяется. Бегут двое. По косовору вот так. Сюда ко мне. Я отсюда. А здесь все патроны были от меня. Мой второй номер. Вот были герои. А когда был обстрел с миномета. Ему оторвало по кисть. Саша Мамухин. Я ещё зашёл в военкомат свой. Говорю. Вот хоть. Медяшка какую-нибудь отправить. Да крызоварик не станет. Это с одной рукой заряжал. По кисть была оторвана у него рука. Он сам даже перевязал. Никто не перевязывал. Ни ям, ни некогда было. Я от него был. А он не в траншейке. А там ямка была. И он патроны эти принесли. Мы в мешках высыпали. Вот. Он там ещё мусор надо отбирать. Заряжать-то диск-то. Локтём прижимает левым. Левым было это. И вот я уже расстрелял. Ведь до руку надо было. Ведь он же кидал мне. Не поднимался. Я расстрелял. Саша, давай. Он взял, поднялся. Ну стрельбы вроде нет. Ему как дадут очередь. Я сначала захлебал. Ну, очередь целая по груди. А в сердце, видать, не попали. А живой. Бегут двое. Один противотанковый гранат. И он кирпич. А у них одинаково. Что у немцев, что у них. Кирпич с ручкой. А это такой. Ну, метра двадцать. Я... Коробочка была там, что двадцать. Я хватаю. Одного во второго туда. Вот. Ещё двое бегут за ними. Эти полежали. Не знаю их там. Побил, не побил. Я ещё обрать буду. Попадали. Бегут за ними ещё двое. Хватает ещё два граната. Опять вот их запустил. Сержант Банин это. Ну, чё вон. Как-то отходить надо. Мы же вон отрезаны. Давай расчешать сюда. Гранатами эти. Давай туда, сюда, с горки. Всё там. Площадь летят. А он в памяти. Ребята, меня не бросайте. Его тащили. Ну, здоровее меня. Мы его вытащили сюда с Баниным. Давай отволокли. А нету тут уже. Мы пробили этот брешь. А их тоже. А наших на помощь послали. Взвод. А они же там не дураки. Они отсекли. Отход-то. Там три человека убили за разведчиков. Начальник-то. Пушай, взвод там один. Он его погибает там. А пехоты не было. На выручке-то. Ждали. Вот такие вот дела были. Ну и это. Он ещё живой был. Метров пятьдесят. Проволок. Этот он в ногу сержанта раненый. Мякоть был. Я в основном-то его пулемёт-то бросил. А автомат взял на всякий случай. Он не стрелял. Санитар-то. У него диск патронов ещё было там. И это неудобно. Его выносить в нём килограмм девяносто. «Давай. Сознание терять им. Рот затыкать, чтоб не орал». И он так кончился тут. Сволокли. Подборку тут оставили. Ушли. На завтрашний день. А? Они бросили. Она им не нужна. А нам эта высота не нужна, наверное. Роту откуда-то взяли. Туда на сиденье послали. Так под обстрелом. Пока они там что будут делать. Ведь её там метров сто надо расчищать всё. Под обстрелом. Любой. Оборона там всё расчищается. Всё. Лес есть. Лес перепилит. Всё валит. Ощищает. Минирует. Мины ставит. Проход оставляет. А наши какие стрелки как были. Вот я вам расскажу сейчас. Идём, говорим. А! Фины городят. Значит, это забывает колье. Посмотрели, да. Человек 15. Раздеты. Давай пошли четверо. Командир взвода. Я, я как ординарис. Это уже я в этой разведке. Полковой был. Ну вот близко ты не подойдёшь. Они уже вышли тоже охрану. А взвод расположили по мусочку. И мы дали по очереди пулемёт ручной. Был. Не знаю там. Убились ко мне. Убили. А мы с другой стороны. Уж тут сразу мины полетят. Заходим. А старший сержант был. Прихоровал. Вот. С Московской области. Или с Москвы. Подошли в десять метров. Трррр. Брррр. По нас. Ну, ноги бы порезал. Никого не попал. Ну хорошо это мы свои. Старший сержант. Десять метров. Нас в четверих. Никого не попал. Ну мы же им в этих. Да его на завтра же выгнали. Какой разведчик? Ой, боже мой. Это не первый. А раз выходим, наказали. Максим стоит на дорожке. Двое. Ребята, мы будем выходить поздно, может быть. Смотрите, передайте по смене. На полдиска, как дадут, у нас 15 человек перерезал бы напополам. Но я тут, не знаю, тут мимо не стрелял. Это, наверное, божья мать. Сохранил. Кого с пулемета там, с Максима, по дорожке? Он прямо на дорожке стоял. Никого не захватил. Вот такие вояки были. А это я хоронил. Это уже 44-й год был. Это мы прорывали оборону. Нашу дивизию бросили на эту, сейчас скажу, река-то забывать стала. Свирь. На Свирь. А на Акволке-то не сравнять. Волга-то барахло против Свирь-то. Там военные корабли проходили, а по балуне никто там не пройдет. Свирь-то забыл. Местечко-то как раз. Какой-то городок. Да вот. Галя-то она знает это, я говорил. Там монастырь где-то еще. Свирьский. Где Александр Свирьский был? Ну, где Свирьский был. А это... Местечко-то я забыл от названия. Ну, это мы хотели вечером форсировать. В лодку сели. А там у него стояла дальнобойная на горах. Ему видать, вечером видать там на воде, как на солнышке. Как стебанул трехсотным снарядом. Я его еле поднимал, там снаряды потом... Лодку аж на берег выкинуло, наверное, с нами вместе. Отменили нам. А подальше нас, метров через двести, там десять человек переплыли, там никого уже не было. И всем героя присвоили. Ничего не делали. Да, переплыли. А нас выкинул, а тех он не обнаружил там. Ой, боже мой. А они что сделали? Наша клушма такая. Они основные силы отвели на запасные траншеи. А тут оставили пулемет, еще прострелил по воде туда и туда. Там, через двести метров пулемет там. Вот так вот. А тем герои присвоили все. А капитана-то вы вообще хоронили во время войны? А вот сейчас капитана я расскажу. Ну, на завтра подготовка такая была, там миллионы снарядов выбросили по пустому месту. Давай форсировать. Форсировали. Ну, были там потери, были. Он, соответственно, тяжелый бил. Нам дают разведчикам задание. А из тряпки два там крутятся наши, обстреливают. Не дают увозить трактора. Они отходить, отступать стали. И нам дают задание догнать и отбить артиллерию, эту батарею. Батареи там, два орудия тяжелых. Сволы метров по семь. Вот такой горло. Потом я видел ее везли на этом. Господи, уже лежал ранее, на платформе по воде. Тошил пароход. Трофейную эту. Ну и вот, дают задание. А уже, это, стали наводить понтоны. Надо же, это такая штука, и 50 тонн держать. Самоход, как 50 тонн. Давай, мы сторонами бежим. А капитан начальника разведки, Соломкин. А тут с командиром взводов, взводчиков, по дороге бегут. Мы говорим, а что вы делаете? Они же засор наставят. А вот что значит? Не было, не обстреляно ничего. И командир взвода, тоже такой новенький, я его фамилию сейчас даже не знаю. Их уже у меня перебило, еще в батальоне, через день убивало. Он же ведет атаку, к его первому убивали. Мазай, Трушкин, Николаев, Фадеев. Это месяца за два побиты были. Ой, мама родная. Я встрял в Николаев, брата, станция Паша, раненый лежал, а уже ходил я. Пошел водки купить, сапоги продал, а нам положены сапоги, ноги перебиты, брюки, гимнастерка. Все идет с ранеными, все в крови, все изорвано, все закрыто вот так, связано. Когда попадаешь в Сан-Бат, там все переписано, брюки, гимнастерка, сапоги. Потом там стирают все, шейнуть, домой отправляют, там без руки, без ноги. Ем дают эту оборудовую шинель, брюки, гимнастерку-то. А на фронте склад другой новый. Ну ладно, я расскажу про это. Ну бежим только на горку с пулемета, а уже под вечер. Наши уже продвинулись километров за 15 от переправы. А мы отстали тут то, что с артиллерии надо отсечь. Ну и Соланкину убили. Этих ранило, троих, тошить надо. А это вот волокли документы, взяли. А уже вечер, к вечеру. Сержант, давай догонять будем. А то группы остались, финны, перебьют и языка еще достанут вместо того. Ну и все, мы вернулись. Догнали, давали, нести, помогли на переправу. Уже переправу переделали. Пошли, ждали раненых. И в банях какая-то чистенькая. Зашли туда. Там, мишка. Часового не оставили никого. Легли спать. Утром рано. Встаем. Командир дивизии, генерал-майор, уже на переправе. Хороший человек был. Фамилию он забыл, сейчас вспомню. Хороший. Что хороший, то хороший. Ну, сержант доложил им вот так и так. Соломкина вот убила, там его оставили. Он, ребята, поглядел по карте. Вы его по-христиански похороните, делайте ему гроб. Вот здесь вот там лесопилка, там птёс будет. Ну, гвоздей там взъяжешь, чтобы ли, как, чего-нибудь найдёте. Ну, так. А потом скажете, что я верил, догоните, машины пойдут. А машины уже пошли и так переправить. Пушки уже 76 тянут. Они там были и немцы, и финны. У финны где по 50 самолётов пускал? Немцев бомбили. Ну, и так и сделали. Нашли этот, там, тёс, доски давай разбивать. Кто могилу копать. А могилу что, на метр выкопали? Пошли. У нас верёвок-то нет спускать. Сколотили там. Нашли топор какой-то другой. А у них топоры такие, как колуны у нас, узкие. Потрубали, пилить-то нечем. Сколотили мало-мало. Похоронили, палку поставили, всё. Этого соломкина. А то вот кто-то родных есть. В разведке хорошо кормили, девятая норма. А вот батальоны там всё время голодные. Мы придём туда, мы на месте не стояли. А нас кто там накормит? Там на довольствие надо поставить, надо то-другое. Мы даже вышли из тыла, 30 с чем-то человек, с 350-то. Штаб армии привели. Не накормили, не нашли накормить 30 человек. На пост поставили нам дорожку. Да мы поглядели по карте. 98 километров перевели. А не хватило. А кого на кухне там поворовали, ребята поставили. Ей ничего попало. Это погранком души, деревня на границе. Они были высуны к Карелы, вот так, в Сибирь, с этой границы. И мне запомнилось, ихняя деревня, погранком души. А вот снаряд вот и разорвался, его убило. А он легкий табак получит, им давали 10 граммовых. За фашиста, а я же курил. Половину пашки отрежут, мне как земляку удавал. И когда с боем действует, он всегда, ну, землячок мы поглушим, панометы будем глушить. Вот. Ну и давай дальше мы наступать. Пронаступали там уже какие-то финские уже были эти, ну... сёла-то. Они минировали всё подряд. Там, боже упаси, чтоб ты какую-то вещь взял, чтоб она не взорвалась. Отступали. Всё заминировали, всё. Дверь стали открывать, всё рванёт, так, всё. Так, чтобы не кидались туда-сюда. Вот. Это уже дело к августу. Прошли много там, проползали. Нас часть подменяет, другая дивизия. Нам дают задание языка взять. А были ещё эти женские подразделения. Одни женщины, там командир взвода только. И пулемётчики, они раз нашу дивизию там же подменяли. А они не наступают, а оборону держат. Целые дивизии, эти, укрепрайон они были назывались, женские батальоны. Вот. У них и пулемётчики, и женщины, и все там стрелки. Ну, в район не подобрали, какой язык. Возвращаться стали, там постреляли, никого нет. С миномёта накрыл, стебануло. Мина. Ноги обои перебила. Пальцы. Ещё в глаз один воткнулся, скоснулся. Боли никакой не чувствовал. Тут отрубила, вот, 10 сантиметров, большую кость. Не могла пробить. Воткнулись и малую. Здесь 3 сантиметра на вылет не взяла. Бушлат был. Бушлат был тёплый. А мы одевались, а уж смесь, потому что на земле спать приходится, а ещё в рубахе-то простынешь. Вот. А здесь на вылет осколок вырвал всё там. Кость чуть-чуть на соединение. Тут хотели отнять. Хорошо, он пониже взял тут. Здесь вот до кости разрезал. Ну, что делать? Я хотел, говорю, сейчас соскочить. Какой ноги болтает. Лёг на спину. Оттемь ласкали. Давай ремни доставать. Один растягнул, второй. А это носилки делать. Трое кричат. Одному оторвало ногу Николаю. Не совсем. Но ребята отрезали, отбросили, чтоб не мешало. Перетянули. Ещё двое кричат там позвоночник. Так он там врулется, вот не одна мина там в грудь. В клощебу разорвало. Сырость. Вода, болото. Я разгрёб, давай пить воду. Сразу пить, жажда. Жажда пить. Так вот, сейчас я докажу после этого. Ну, подошли. Ребята, двое ещё. Да ещё обои вон ноги поперебило. И глазом-то одним не ведутся. Пальцево порог не насколкал. Давай, связывай ремень. Держаться можешь? Не могу. Ремень под поясни с руками взял. А один ноги подерживает. Поташили. Приташили, а там другая часть меня у нас. У вас коник где? Да коник километр два там в тылу. Да кого не с нашей счастья, что в то вас повезёт. Да вы что, одурели что ли? Ребята, он без ног раненый. Ага, детенант. Ну, унесите ещё километр два. А уже расцветало. А нас положили там наверху. Сейчас миномёт сюда накроет, добьёт здесь. Пронесли туда, где кони. Тарадайки на двух колёсах. По кочкам. И наш это сомает последнюю палатку. Санбат. Вот один Николай-то. Нога оторвана совсем. Ещё где-то у него ранение. Тут он уже умирал. Давай быстрее ему кровь была вводить. А живой остался. Он вперёд меня выписался без ноги домой. Чуть-чуть бы ещё и всё капец. Уже вот, братья, у чего, оставалось 18% крови. А у меня 40% оставалось, 60% вытеку. Они замеряют там сразу. Вот. На Тарадайках повезли. А потом нас привезли к берегу. Сейчас скажу. К берегу. Петрозаводск как-то попал. Он же на Онежском озере. Раз накормить надо, потому что 15 тысяч было раненых. А кухня-то не готова. Нет, а готовить-то не на что. Накормить раз. Потом пришёл пароход. Нас свозили к берегу. Американцы и канарёй какая-то. Да? А оказывается, с Белого моря они заходят там. И потом Онежское, и Ладожское, и проходить-проходить могут сюда, на Ленинград. Вон ещё. А я вам откуда не могу. Вон откуда не. Канал-то Беломор не так делали-то просто. Оттуда могли проходить. Река-море по этим вот речкам. Двое суток стоял пароход. Шторм был. А тяжело раненый. Там не только мы, там уже сотни раненых. Грузить-то. Потом давали нас в конверт и грузить пароход. Там внизу тепло, а уже осень. А надоело, на дорогу дали это маслом, масло, белый хлеб. А морякам уже это стали капуста свежая. Я друг говорю, ты ходишь, попроси нам отдай повару. Масло и хлеб. Потому что я чашку налил с капустой супа. Ну он что, возьмёт что ли, налил чашку супа с капустой поел. Ой, боже мой. Ну и это потом нас перегрузили на баржи. А баржи из тёта сколошины. Платформы вот такие. Ночью пароход пришёл по реке, по шарикам. В землянки стаскали. Утром давай развозить. Здесь пять пришёл, грузит. Вот такая скорость была. Ах, дороги такие вот. Матеряться. Кость поломана. Болтается. Матый. Екатом так ездить. Километ задушится. Ой, боже мой. Ну вот, госпиталь. Давай операцию. Никого не достали. Тут разрезали ни одного сколка. А сейчас вот торчит один остался. Это уже астамелит был. А тогда он так выкусывал. Этот хирург еврей. Молодец. Сделал. Астамелит в другой раз. Всю жизнь будет гнить нога. Кость гниёт. Загнивает. Кость. А врачи... Да возьмём этих ребят. Там ещё мужик был лет 30. Эти хорошие ребята. А врачи они на частных квартирах. А мы уже ходили. Он говорит. Ваня, пойдём дров попилим. Наши лешащие врачи. Ей лет 45-50 было. Тётка хорошая была. Вот. Делал операцию хирург. А это лешащие врачи. Раза два так. А потом другие дела были. Люди-то всякие там были. А это чтоб ты ходил. Вот мне говорит она вот как деревянная нога. Врач. Вот раньше как лешили. У тебя эта нога бы не действовала в ступнях. А сестра приходила ещё занималась. Раскрачивала. Она и так как деревянная правая. А после господи так. Сейчас скажу. У нас 20 человек таких коллег. Да. Врачи-то сказали. Домой поедете. На 6 месяцев. Вот там видать. Нет. Наверное, вы отдыхались уже в 45-й год. Это в 44-м. В августе. А это уже в 45-й. Выписали на фронт. Ну, на фронт. В эшелон. А ну же последний месяц к эшелону ушло. Я ребят спрашиваю. Ребята, кто живой остался. 7 месяцев пролежал. Они говорят. С одного отделяя Лёни вот ваш. Тот на машину сел. Я говорю. Да он на Буку не ездил. Какую машину. А Лёня домушник. Вор был. Сурава. Ему лет 29. Под 30 было. А машину полували. А там показали, куда заливать воду. Куда это. Бензин. А там же технику. Вот. Ну и остальные. Ну, поехали, да. Поехали, поехали. Потом надо было в Польше там где-то. Пешком идти. А! Сейчас скажу. Станция Трепленко. Польша. Все в полушубках. Все в валенках. Мама родная. Горы полушубка. Навалёна. Ну, разве позвонить нельзя? Вы передельте эти армии здесь, которые дивизии в тылу. А там ведь на станции никого нет. Начальство. Солдатни полно. Берёт эту связку. Пять штук. Ну, за бутылку самогонки несёт. Тот несёт. Тот сало кусок килограмм пятьдесят американский волокёт продаёт. Вот так там бардак. Вот такой бардак. Там начальников нет. Там летают бомбят, там самолёты. Там ты в начальнику увидишь. Ну, и потом, значит, что? Ещё идти там где-то. А начальник штаба, а ты на коне можешь ехать? Да я говорю, смогу. Когда я-то обучал их. С четырнадцати лет было, говорю. Ну, я конихом работал, начну. Куда ехать, говорю, у меня и резы. Тяжело же, снега-то нет. Валенков, а приехали. А валенки кому-нибудь там нужны? Порякам они не нужны. А шубы отбрали, да, там миллионы шуб проставили. Вот я и говорю, бардаш-то. Разве нельзя там позвонить? Вы оденьте те дивизии там с фронта, с десятки дивизий с финского. Стояли в резерве, формировали их. А порядка никакого, как не было, так его и не было. Вот так вот я рассуждаю. Я как-то приписывать много. А потом, значит, дошли, доехали там до одного места. Вы, значит, здесь ждите. За вами придёт машина, которая ходить-то плохо. Вот. Ждали, ждали. А кого ждать? Нас дезертируют их. Это могут. Ну и пошли нас 20 человек. Старший сержант с нами. Знаем, где примерно дивизия. Река Нарев. Висла там, а это Нарев, наша дивизия там оборону заняла. Так нам передали. Ну, сначала шли 20, подошли. Да в лагерь было и дать. Какой? Пленных, наверное, таких. Смотрим, воду возит. Бочка на телеге. А он с лампацией, генерал немецкий. За шею проволока привязана. Поляки, значит. Охрана наша, лагерь охраняет. А прислуга польская. Воду для лагеря. А уже тут немцы уже в лагере. Это, это, гражданские лица. А были наши. А я спрашиваю поляка, а это что? А это заместитель коменданта. А коменданта мы, парни, забили уже. Палкой один лупит, палкой. Бошку налили, вода везут. Ну, мы тут у них продукты получили в наших, которые тут охраняют. Поели. А потом этих выпустили немцев. А с ребятишками зачем их держать? На дорогу сюда вышли. А поляки их камнями лупсуют. Поляки, а, всяк, кресовали кровь. Лупит. Ну, всем достается. Война-то всем так. По два человека мы распределились. Так, кто, где, чего. Идем. А уже дело к вечеру под горку. Едут трое, три поляка на телеге. Остановились. Вы куда, пановый? Ну, куда? Мы идем на пердовую. Куда? Поехали с нами. А мы на свадьбу едем к управляющему. Это, какой-то там у них начальник был. А тут управляющий, руководитель. Поехали с нами. Ну, к вечеру нам все равно надо. Да нам все равно. Ну, ну, что варь так? Надо где-то. Ну, и мы это. Приехали там, правда, там человек сто. Но мы с автоматами. А что с автоматами? Два пацана. Вот. Подпили, вышли покурить. Уже ночь. Два поляка с нами вот вышли. Три. Пан, дай пострелять. На, на одиночку пострелять. Пострелять. Опять дошли, опять выпили. Убить-то кого-то по башкам дали. И искать бы нигде. Вот так и терялись. Ну, утром похмелились, подались дальше. Теперь у нас дошли там в место. Ага. А им уже дали задание. Так, вы хромые косые. А там есть, значит, так, стальной кузов. Тут дошли, пулемет, извиняюсь, и мотор. Вот так. А вот стрелки-то хорошие, навоевались. Ну, поехали. Поехали. Передовая уже близко. Вот. Как стебануло миной. Мы с этого повылетели. Мне опять осколок попал. Небольшую ногу. Санбаки побыл немного. Тогда вызывает. Нас так и собрали. В комендатуру. А они думали, да, вот как. Порядок будете наводить. Война кончилась. Ночью узнали. Я уже в комендатуре был. Город Кривец. Нас в комендатуру отправили. Вот из этого госпиталя, которые могли уже ходить. Это от Берлина километров восемьдесят Кривец. Ну, там подержали немного, там ранок такая, мякоть ранена была. А ночью передали. Война кончилась. О, и стрельба пошла. Мама ровная. А мне попал МК-34 немецкий. Я, наверное, ленты три по 250 у них круглые выпустил. И заклинило мне. Я не мог открыть потом затвор. Пленный, я вам расскажу. Нашим мы взяли. Его вот допросят. И потом громкоговоритель. Их к менталке провод протягивает. И он агитирует. Вот. Ну, его охраняют там. Вот. Их, они нашего взяли. Тоже таким путем агитируют. А кроме листовок. Рупор. На нентралке. Вот. Давай там. Листовки кидает. Сталин с кнутом. А там планы горит. А пленные колбасу сидят. Едят. Круглоп. Колбасой накормили. Накормили колбасой. Но что характерно. Листовку собирали разведчики. Автоматчики откинут. А у такого найдут. Он курить подобрал. То могут расстрелять. Такие тушаи были. За листовку расстреляют. Он курить подобрал. Какой он агитатор. Ой. А кричали за Сталина, когда в атаку ходили? Это Враньёлин все. Будет кто кричать. Никто не кричал. Не знаю. Может других кричать у нас не было. Это Враньё. За Сталина. Сталин миллионы людей расстрелял. Воевали за Родину. Освобождали землю свою. Вот. Еще мои два дяди, отец раскулашенный, воевали, погибли. Он будет за Сталина кричать. Он защищал Родину. Да один-то еще Красный Знамень, там, на КВЖД завоевал. 48 этих пригнал. С косами. Троих зарубил. Командир еще. Маузер вылетел, соскочил, взял, привез. Командиру полка привез подарок. Вот такой был. Летел голубом. Они у него давали стрелять. Он как врезался, давай, шашкой. Рубанул троих. Охранников зарубил у него. И они все с него сдались сразу. Вояки такие. Пригнал табу ноги. А там требуют, чтобы его сослали, это, выслали, ссылать. Гладьба-то, которую ссылали. Да. Ну, а командир полка, а как живет у тебя этот отец? Как? Хлеб сей, скот держит. Все. Крестьянин. Ну, иди. А он откуда знает, что. А чтобы выслали, его тоже сослать. Он там отличился и тут воюет. Ох, негодяи, ох, негодяи. И вот это Павла руководила. Да, Павла. А как твой капитан писал письмо-то тебе в семью, чтобы давали их косить? Или как это? Что это история была? А это я получил, сейчас скажу, письмо. Это 42-й год. Вот как раз после этих битв, туда роту-то послали. Мы туда несем проволоку, она 8 килограмм, вот моток проволока. А оттуда вот трупы. А на высоту-то никому не нужна была. Вот что дело-то. Людей положили в взвод. А я письмо получил, считаю. А он подшел. А что пишут? Я говорю, что комиссар, да. Я вот считаю, половина зачеркнута. Мать говорит, с пяти рыбами ребятежками сено не дают косить. А я сейчас пойду вот в штаб и вышлю. У меня вон справка лежит. Ваш сын с оружием руках защищает социалистическую родину. Ага. Вот казенный скот подох летом, без соли. Летом подыхал весь скот. Зимой он не подохнет, если корму есть. А это травы полно. Забивает. Книжку забивает. Землей. Соль надо есть. А землю хватает, где вот такое вот. Обселенное. Правда, а я домой пришел в справку, это выслал. А его тут же убило. А мы ребят хоронить стали, это могилу выкопали. И его убило. Снаряд разорвался, еще троих ребят убило. Палку поставили. Вот вся могила. Никто не будет знать. Красивый, лет двадцати сильный. Хороший парень, наверное, не женатый даже был. Ну, в Вермании нормально было. Они не трогали. Там, знаешь, Лен, вот они народ какой. Стояли вот так вот, штук восемь барж, груженые отпечаток, кончая дохой сибирской. Там и кожаные тужурки, и хромовые сапоги, и теплые сапоги, и все там не было. Открыта люка, рядом деревня, ничего не тронулся. Уже август, сентябрь. Да в России было, тут все разворовали, все. А сверху стояли моторы авиационные, а не железные баржи-то. Ой, боже мой. А сказали начальству, они ничего не тронули там так. Место красивое, канал так выходит, Швырин город. Англичане брали. Ни одного стекла не разбили. Вот так воевали они. Мы туда зашли, мама родная. А нас в отделение послали, чтобы там не расташили это. На спиртзавод. А почему это одно отделение ушло, а я один остался? Почему опоздал, я не знаю. И я уже поздно, ага, там оказался. Смотрю, тут валяются двери. Склады винные были. Охранники валяются пьяные святоуками. Зашел, бутылку взял, одну выпил, пошарил вторую. Там вот так уже набито, там пили, уже сотни прошло. Бутылки. А мешок нашел, наложил, штук 20 бутылок на загорку и иду. Света-то нет, темно. Вот рассмотрю, огонек. Но я не с автоматом даже, а пистолет был у меня. Пистолет был на этом, не с автоматом. Т.Т. И одет кожаная тужурка и фуражки, как бандит. Идет машина, а куда ее? Машина какая-то грузовая идет, тихо, тихо. Я нашел туда, раз, три бутылки достал в кармана. Смотрю, часовой стоит. Я говорю, часовой. Переночевать мне до утра, говорю, вот так и так надо было. Ну, я ему достал бутылку одну, а две поставил в тень так. Тут двоих разбудило, ребята. Я говорю, вы пить хочете? А где еще? Я говорю, там не дойдете до дневального. А две бутылки там стояли, побежали ребята. Я на ствол лег, пистолет вытащил из кабора, положил под себя, чтоб не вытащили. Проспал до утра. Утром прихожу, а там пьянка. Забор такой пятиэтажный, дом хозяйский. Цистерна полностью спиртом. Ой, боже мой. Там я с неделю пробыл. Приезжает лейтенант. Так, поехали, дружок. Домой. Чего? А будешь пакеты возить. Секретные в управление суда. А англичане отошли. На 60 километров швырин-то остался. Вот тебе мотоцикл будет. Не ездил? Я говорю, нет, на тракторе ездил. Ну, ерунда это. Коней вот 20 штук стоит, кавалерических. Можешь на коне ехать, можешь за прижей ехать. Ну, с ребятами тут пили все. А старик немец, хозяин один почему-то. Он еще пришел к нам сюда, я был там. А кто-то притошил такую глыбу шоколада. Он, ребята, вы приташите мне шоколад, а я вам сделаю это. Вино-то сладкое, как называют? Ликер. Ликер, да, ликер же сделаю. А у нас этот сержант в плену был, хорошо разговаривал по-немецки, старший. Ну, приташили за сколько-то время, он приходит там не через день, а там через 3-5. Ну, пошлите, а он рюмочки наливает такие. О-о-о, к себе пришел. Мы такими не пьем, мы грозы тох пьем. А это кляйность. Он засмеялся, давай стаканы большие ставить. Угостил нас. А потом приезжает фитернатор, Ваня, поехали. Так, будешь возить пакеты. А там капитан, земляк, ага, он заведует в 4-й часть, вот эти секретные. И вот где-то осенью уже я привожу пакет, там дают команду, смотри, что, американцы, вымести хочут нас отсюда, выдать под боеконфлекты всем. А где-то спали, неделю больше солдат и все ждали, вот-вот начнется. И потом нет-то, нет-то рассосалось. А потом где-то публикуют, годов через 40, наверное, прошло вот это вот дело. Ага, наши войска хотели выбросить оттуда. А там еще десятки дивизий немецких, что солдат ушли к англичанам. Они же и оружие-то бросали, вот тут у этого переезда, там воры оружие навалено было, до зимы валялись автоматы, пулеметы. Вот. И вот я возил, я пошел, посмотрел коней, коней я ковал подковы, подковы, лошадят-то разбираюсь. Немцы говорят, вот каурка эта усидлавная. Вот на каурке. А каурку он такой. Бежишь, рысь, вот там расторный на бок. Он где-то ногами его. Кавалерийский, он приученый в каком-то команде. А я же команду не знаю. А все время полупьяный. Пьяный не напивался. К ребятам заезжаю, там выпью, бутылу с кого-нибудь надену. Мои наши же ребята там. Когда я себе пить, то на лошади еду, а на мотосейке, то шибко не пью. Потому что рад, как стебанулся так вот, сорвал все тут с кожу. Пьяный-то. Вот. Бегу рысью. Как он повернет клуб, открытый дверь, я успел пригнуться, не успел. А он такой, чуть дернул, дымы завьется. Я уже применился к нему. А жили, разогаду тут, КГБшники, человек 10. Лейтенанты, младшие, а они вообще полковники, подполковники, а кроется в этом. А парень, Вань, дай я прокачусь. Ихник. Ну на, прокатись. Я-то уже применился к нему, он чуть завьется, так я его поддерживаю. Он его дернул, да бы он его еще дернул, и на спину, вздыкнулся, и на спину все ободрал. Вот, значит, она, зачем ему дала? А что, маленький, покататься дал. А разведка их не понимала, они к разведке никакого отношения не имели. Вот этих, как обычники. Разведка фронтовая не подчинялась им. А там Лена с американцами, это они добрые были, они угощали нас. У нас у солдат, у нас у полковника не было, что было у солдата, коробки. Были всякие печенья. Они же наемные были там. А вот с англичанами дрались. Ну я не дрался, не вязался. Потому что сажали. С англичанами дрались? А противные были англичане? Да, с англичанами каждый день дрались. А французы? А эти просто простой народ такой. Их домой отправляли с красными флагами. Комната хлеба нету. Мы подъезжали на легковушке. А, сейчас скажу. Куда это ездили? Лейтенант с нами. Насоса не было накачать. Была эта камера запасная. На диске ехали. Ой, боже мой, стоит состав их. Да пьяные еще. Шофер пьяный, все пьяные. Пока домой не уехали, все пили. Да когда-то до капитана пьют, ясенями пьют, там, до двух часов в ночи. Утром прихожу, мой начальник сидит там. Я говорю, дома пойди на сценах, где рюшка фуаляц, а то тут у тебя ковры висят. Хе-хе-хе. Сейчас скажу, как началась. Значит так. У нас поселок был. Поселок. Согнали. Записывали так. Не запишиваешься, то нога нам по шее бьет, который другой там запишет. Что записывался. А были люди такие. Миша, у него 10 детей было. Старшему было 14 лет. Он зайца стреляет, перекрестится. Тогда стреляет зайца. А меня хоть убейте, я не пойду. мороз 40 градусов. А у него всего два коня было. А это самые бедные. По три коня держали, потому что пахали на двух конях, а один в резерве всегда был. У крестьянина. А если в семье были, у нас 10 коней старых было. Потому что два сына, дед. Вот. А вдруг он пропадет один, а у него два было, а на одном не будешь пахать. Это здесь в России на одном сакой пахали. Ну и вот. Не пойдешь, нет. Подогнали коней, его запрягли, заставили его за плечи. Сено наслали в розвалы. Дерюшки пострелили. Давай этих пацанов как шанят выкидывать. Немцы так не делали. Нет. Мороз 40-50 градусов был, не меньше. 30 градусов раздевши бегали. Поскидали. Там шубу ровными разными закрыли. В Нарым вести-то. Тысячи километров. И вот пришел парень один у них, 15 лет ему, живой, весной остался. Мать только родила, замерзла. Тут ночью, ребятишки маленькие померзли. Не давать ни хлеба, ничего на дорогу. Ложьи делали. Это наши коммунисты. Их всех надо перестрелять было, эту падаль всю, коммунистическую. И распалась тут же, он же тут что-нибудь. Это распалась. Потом, значит, давай раскулашивать, это кого угонять, куда, кто уезжать. Мы уехали в Карпово село. Там зашли в колхоз, в коммуну. Отец работал в кузнице. Потом и там не надо было, ни кузнисов, ни к кого. Иди куда хочешь. Потом, когда все уничтожили, они что сделали? Потом скот отобрали, разрешили по одной корове взять. А человек брал самую хорошую корову себе. А тут же дают приказ через неделю отобрать и этих коров. А эти что делают? Забивают. И яруса навалили вот таким мясом. Хоть бы куда возили, никуда. Так все пропало. Вот почему голод-то. Коней кулацких расстреливают, а дурацких не было. Дурацких не было. Вот. А это кулацкие кони. Их расстрелять надо. У них же наганало всех этих дураков-то. Вот чем дело-то было. И получился голод страшный. Траву ели, мама. Понаехали эти киргизы вон откуда, с Киргизстана. Давай людей ловить. Завхоз идёт там на конюшечу. Оставались несколько коней. Запрыгай мне коня, едет за деревню. А не там. Вот эти киргизы. Наган сюда, запазу. Вот езжает туда. Один коня ловит. Ускорить из кустов. Второй бежит, наваливается на него. А не ведь сильный. Третий бежит. Третий бух-бух. Перестрелял. Разворачивающий совет. А была... Забыл фамилию. Женщина. Собака была там такая. Председатель. Ей говорит. Надо послать людей закопать. Перестрелял собак. Посылает, чтобы не валялись в трубах. Вот так их там лишили. Кормили. А потом отец мой пошел там прииски. Уже они выработаны были. Ну, маленько там намывали еще. А у нас же кузница была своя. Потом отец продал. Совхозы начали. Не колхозы, а совхозы. Совхоз. И на ней работать стал. А там маленько деньги стали платить. А купить можно было только в коммуне. А коммуну Ленин построил в 20-м году. Они не сдавали хлеб государству. Там полно хлеба было. Вот там пшеницу можно было брать. Там брали. Деньжонки появились. Вот там появились у него всех. Вот отец Кузнец. А у меня вот зять был. У него мать с отцом умерли на 1 год. А он с дедом остался. Гоша. Пришел, и деда нет. Никого нет. Вот таких людей ставят руководить сельским хозяйством. А сестру мою, значит, она в техникум пошла, устроилась. Ее посадили в войну. На 4 месяца в тюрьму. Что в техникум. Бросила работу. Вот. Она отсидела и в городе осталась работать. - Субтитры подогнал и в соответствии сельским хозяйством. Субтитры подогнал «Симон»! Третье. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...